Пусть не Лос-Анджелес, но транспортная проблема хорошо знакома и нам. Пробки и заторы в столице явление уже привычное. 9 баллов. Эти в предновогодние дни минчан не удивишь. В чем причина? Где искать выход? Актуальную тему на неделю поднял Александр Лукашенко, общаясь с активом Минского горисполкома. Казалось бы, общественный транспорт куртирует ежедневно и по расписанию. Но развитие инфраструктуры, по мнению президента, идет недостаточно активно, не отвечает потребностям современной столицы. Отдельные улицы и развязки дважды в день не справляются с потоком автомобилей, а из-за увеличения населения числа машин таких территорий становится все больше. Решать проблему придется недавно назначенному мэру. Анатолий Сивак, бывший министр транспорта, с ней знаком не понаслышке. Нужно возвращать город людям. Метро должно серьезно облегчить дыхание города. Четыре станции на третьей линии нужно ввести в эксплуатацию в 2020 году и желательно в первой половине. Начали использовать электробусы. Людям они понравились. Но высокая цена нового транспорта обременительно для бюджета. Нужно снизить стоимость электрического транспорта. А вас хочу соориентировать, прежде всего в Минске, на закупку этого транспорта. Мы завтра введем атомную станцию. У нас будет огромный профицит электроэнергии. Что касается личного электротранспорта, до сих пор нет ни зарядной инфраструктуры, некомплексных правил ее размещения. Еще раз подчеркиваю, надо ориентироваться на электрический транспорт. Это не просто мой призыв к вам. Весь мир повернулся в этом направлении. Мы задыхаемся, прежде всего, от выбросов. При этом, напомнил президент, у Минска сразу шесть городов-спутников. Но и их развитие серьезно отстает от плана. Помимо транспорта, минчан беспокоит коммунальное обслуживание и, увы, коррупция в органах власти. Но чем больше здесь будет нарушения, тем жестче контроль, подчеркнул Александр Лукашенко. Ключевая задача – постоянно повышать комфорт жизни в столице. А это и среда без барьеров, и доступность объектов торговли, и наличие достаточного количества школ, детских садов, поликлиник. Президент поручил разработать концепцию «умного города» на ближайшие пять лет, чтобы Минск в полной мере соответствовал статусу столицы IT-государства. Субтитры создавал DimaTorzok